Макси Форекс. Единственный Форекс-брокер, входящий в Ассоциацию Российских Банков и в Ассоциацию Региональных Банков России. Аналитику от Макси Форекс используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 22 мая. По вашим просьбам мы возобновляем стопроцентные бонусы на первый депозит. Вы можете получить до 100% бонуса на ваш торговый счет до конца месяца. Для более подробной информации свяжитесь с менеджером компании. А сейчас предлагаем вашему вниманию ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Форекс. В ожидании публикации протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку США и сегодняшнего выступления Бернанке в Конгрессе, евро-доллар на вчерашних торгах продолжал вяло корректироваться в боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1.2817 и 1.2926. Новостные ленты все больше говорят о возможности ужесточения монетарной политики ФРС и смягчения политики Европейского Центрального Банка. На этом фоне инвесторы не решаются штурмовать новые высоты, предпочитая дождаться итоговых документов. К концу дня появилось сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Moody's может понизить кредитный рейтинг США уже в 2013 году, если американские политики не договорятся о повышении лимита государственного долга и снижении дефицита бюджета страны. Быки по евро попытались использовать эту информацию, но продвинулись весьма незначительно, зафиксировав максимум подъема на отметке 1.2933 и завершив дневную торговлю вблизи этого уровня. В нашем прогнозе на среду предполагаем разворот пары и снижение курса единой европейской валюты первоначально к уровню дневного разворота 1.2892 и в случае его пробоя продолжение снижения к целевым уровням 1.2874, 1.2841 и 1.2796. Если продавцам единой валюты удастся преодолеть сопротивление покупателей по этому последнему уровню, следующей целью снижения станет ключевая поддержка фигуры голова и плечи 1.2761. Великобритания опубликовала вчера ряд отчетов по инфляции, которые подтвердили, что ценовое давление пошло на спад, а индекс потребительских цен достиг минимума 2009 года. Рынок отреагировал на это крайне отрицательно, так как теперь Банк Англии с большей готовностью пойдет на дополнительное смягчение монетарной политики и дальнейшее ослабление британской валюты. Курс пары на этом фоне резко пошел вниз и от уровня вчерашнего максимума 1.5279 зафиксировал к началу американских торгов минимальный уровень снижения 1.5110. Позднее на исходе торгов курс пары несколько откорректировал падение, завершив день на отметке 1.5148. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем краткосрочное снижение пары в район вчерашнего минимума 1.5110 и, возможно, к 1.5070, а затем коррекционный откат и подъем валюты первоначально к уровню дневного разворота 1.5180, а после его пробоя к целевым уровням 1.52, 1.5236 и 1.5270. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на среду. Коррекция на рынке драгоценных металлов внесла незначительные изменения в техническую картину происходящего, сохранив основные уровни поддержек и сопротивлений вблизи их прежних позиций. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту теперь находится на уровне 1.382 доллара. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующей цели – 1.434 доллара за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне 1.360 долларов. Если он будет пройден, возможно дальнейшее снижение золота к целевому уровню 1.338 долларов за унцию. Серебро в аналогичной динамике также изменило техническую картину происходящего, передвинув основные уровни на новые позиции. Ближайшим сопротивлением для него теперь является ценовой уровень 23.10 доллара за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться к следующему целевому уровню – 23.50 доллара за унцию. Уровень поддержки серебра расположился на отметке 22.00 доллара ровно. Если котировки преодолеют, его снижение продолжится к целевым уровням 21.40 доллара и 20.30 доллара за унцию. В экономической статистике среды Япония опубликует итоговые показатели внешней торговли за апрель, включая объемы экспорта и импорта товаров. Кроме того, Банк Японии опубликует свое решение по основной процентной ставке, а также комментарий по кредитно-денежной политике. Изменения ставки не ожидаются, норматив ее будет сохранен на прежнем уровне менее 0,1%. В этот же день состоится пресс-конференция головы Банка Японии Харухико Курона. Великобритания представит протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также апрельские данные по объему оборота розничной торговли и объему заемных средств для финансирования государственного сектора. А в американской статистике будут опубликованы протокол майского заседания Федерального резерва и объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости. Кроме того, сегодня состоится выступление председателя ФРС США Бена Бернанки. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.